Давайте же начнем. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы представляем вам замечательную книгу «Камчатка. 1941-1945. Военные годы в газетной строке». Редактора-сосновителя этого сборника Татьяна Станиславовна Зайковская и Александр Викторович Петров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В годы Великой Отечественной войны в Камчатской области выходили областная газета «Камчатская правда», окружная газета «Калякский большевик» и девять, соответственно, районных газет. Из самых первых дней в ней войны Камчатские газеты сообщали с лодки Советского информбюро о ходе боевых действий на фронтах. Рассказывали о грозных и радостных событиях, которые происходили в стране и в мире. Газеты были подробнейшим источником информации о событиях, происходивших в Камчатской области. И давайте же мы с вами сегодня пролистаем пожелтевшие страницы, читаемся в них и узнаем о том, что же происходило на Камчатке в далекие военные годы. Жители Камчатки вносили свой вклад в победу и сражались на боевых фронтах, на трудовом фронте. Это, как бы, знаем мы все. А еще, а еще они выращивали табак в Харягском округе, собирали собачью шерсть, изготавливали томат из рябины, рецептом я с вами поделюсь, истребляли волков, учились ездить на быках и квасить капусту в полаге кочевых. И поэтому перед нами широкая панорамма жизни Камчатки военных лет. Книга вышла вслед благодаря поддержке Законодательного собрания Камчатского края. И слово для приветствия депутату Законодательного собрания Камчатского края Владимиру Александровичу Агееву. Уважаемые коллеги, уважаемые жители Камчатского края, действительно сегодня уникальное событие состоится, потому что сегодня мы берем такую презентацию замечательной книги. Я считаю, это очень большая победа и Татьяна Станцева, и вас, и ваша ценность, потому что эта книга не просто размышления, а это очень серьезный такой исследовательский тур. И вряд ли его кто-то до этого делал, вряд ли кто, может быть, еще до этого будет делать. Потому что, как уже было сказано, здесь статьи не только из центральной нашей газеты «Камчатская правда», но и еще из девяти районов газет и одной кружной газеты «Эпполанская». Действительно, когда читаешь эту книгу, а мы так как ее получили немножко раньше, она очень интересная и говорит о том, насколько жители Камчатского края действительно трудились для победы. И вот эта фраза, которую мы часто слышим «Все для фунтов, все для победы», она оживает в этих скотинах. Потому что, как уже было сказано, действительно все вносили свою реку. Вот я читал ту же книгу, дети заготавливали ягоды. 228 килограмм собрали буквально за три дня. То есть, это практически в поле они присутствовали с самой ночи. Кто-то действительно ловил рыбу просто не видами темпами. Я знаю, что до сих пор некоторые говорятся, что не могут побить те рекорды, которые были по вылову рыбы во время Великой Отечественной войны. Кто-то сдает 100 тысяч по тем временам, это огромнейшие деньги для того, чтобы была построена танковая колония. То есть, действительно, вот эта вот фраза «Все до фунтов, все до победы», она оживает. Очень хорошо ее видно и видно, сколько Камчатцы делают все для того, чтобы приблизить эту победу. Ну и, конечно, огромный класс в этой книге посвящен Куринскому десанту. Это и как уходили на Куринский десант, и как возвращались, как встречали героев Куринского десанта, как переживали за этот уход наших жителей Камчатки. Поэтому, действительно, книга уникальна, это уникальное исследование. Помимо того, что здесь просто есть выдержки из статьи, если вы посмотрите, там, так называемые репутные выдержки, когда просто идет фотография непосредственно с самой газеты. Ценность этой книги, конечно, в этом увеличилась. Поэтому, когда Васильевич обратился к Законодательному собранию, мы, конечно, с радостью сказали, что обязательно поможем. И сам Владимир Федорович написал, что петельную статью, как и замечательные книги, и наши депутаты. К сожалению, уже ушедший Борис Николаевич Юрьев, который очень активно принял участие, Владимир Федорович Гранатов и еще другие депутаты, которые выделили следствие для того, чтобы книга вышла таким тиражом, который бы можно было передать самой главной библиотеке школьной, библиотеке всех краев, для того, чтобы каждый житель Камчатского края, и особенно молодежь, могли посмотреть, прочитать эти уникальные вырезки, выдержки из газетных статей и понять, действительно, как говорилось и говорят наши краеведы, что Камчатка, действительно, можно сказать, была прифронтовым районом, и они просто таким, знаете, глубоким тылом, где просто все сидели и прекрасно ели, пели и ничего не делали. Потому что, действительно, вклад жителей Камчатки в победную ипотечную войну, в Блинском десанте переоценить очень сложно. И вот эта книга, это еще одно подтверждение того, что не зря Петропавловск-Камчатский получил такое высокое подчеркное звание города Блинской славы. Он действительно достойный высочайшего звания, достойны все те жители Камчатки, которые были в то время, и которые все делают для того, чтобы приблизить Великую Победу. И, конечно, очень знаменательно, что эта книга вышла именно в 75-летие Великой Победы. И это будет именно хроника тех событий Камчатки, которые можно будет передать следующему поколению в доказательство того, что, действительно, Камчатка сыграла огромную роль. И не дальше, называется, сейчас переписать историку, но, не знаю, сейчас пытаются переписать. И самое главное, я думаю, что эта книга будет интересна, конечно, нашей молодежи. И поэтому очень хотелось, чтобы в школе на библиотеках она не просто лежала, потому что она действительно передавалась из руки, прочитали ребята молодые и поняли, что вот в то время, примерно, как они были молодые, сколько уже в то время эти ребята сделали до своей стороны и для того, чтобы действительно приблизить к ней. Поэтому я хочу сказать огромную благодарность и вам, и вам, за то, что книга это вышла в свет. Я думаю, что она получит еще достойную оценку. И самое главное, что она будет, самый главный, чтобы она была на студии книгой во всей библиотеке. Поэтому огромную вам благодарность. И читать жителям нашего Камчатка, я хочу просто пожелать изучить эту книгу, внимательно прочитать, потому что она требует очень внимательного прочтения и изучения. Спасибо большое за внимание. Редакторы-составители проделали огромнейшую работу. И давайте же сначала мы познакомимся с ними, а потом с историей создания книги. Татьяна Станиславовна Зайковская, педагог Камчатского дома детского и юношеского туризма и экскурсий, руководителем туристического клуба «Альтаир», лауреат Всероссийского конкурса научно-методических фильмов, лауреат конкурса Всероссийского краеведческого движения «Отечество», член-корреспондент Академии общественных наук. Александр Викторович Петров, член Союза журналистов России, фотограф, краевед, автор десяти фотоальбомов о Камчатке, составитель и редактор-составитель многих краеведческих изданий, а еще он мудр. И оба автора постоянные участники камчатских, крошелинниковских, краеведческих чтений. Итак, слово автора, начнем мы с Татьяны Станиславовны, история создания книги, она необычна и интересна. Может, проще делать это сильно? Да, ну, как вам удобнее, пожалуйста. Так будет. Для меня, конечно, это событие определенно очень большого значения. Прежде моя фамилия никогда не располагалась вот прям под заголовком книги. Иногда только в сборниках крошелинниковских чтений и в краеведческих записках я публиковала свои небольшие исследования. Но мне вот так повезло, что в силу моих профессиональных интересов, мои профессиональные интересы сошлись с интересами моего мужа. Он очень много лет занимается краеведением, а я в силу своей профессии тоже уже 35 лет занимаюсь краеведением, работая в Камчатском доме детского мужского туризма. Там, да, я в самом деле веду туристский клуб, веду, создала при школе, наверное, 41 музей краеведческий, даже не краеведческий, а комплексный музей, уже очень обширный, который из небольшого помещения, почти 9 метров, выбрался вот почти в полотого зала. И представлено очень много экспонатов. Говорю об этом, потому что это имеет некоторое отношение даже достаточно серьезное к созданию книги. Мы с ребятами ведем исследования подобного рода очень давно. Вот 18 лет назад мы готовили для музея экспозицию, небольшую выставку совсем «Камчатка» и «Камчатца в годы войны». Он уж не помогал, как всегда, я пользовалась какими-то его архивами, он еще оформитель замечательный, в то время еще не было компьютерных даже возможностей, мы делали эти стенды вручную, уклеили фотографии, и вот тогда впервые родилась эта идея. Мне эта тема очень близка еще тем, что мои родные, два деда, воевали на Курилах. Моя родная бабушка, живущая на Камчатке тоже, была участником трудового фронта. Даже моя прабабушка собирала ягоды, сдавала эти деньги, и все это шло на создание танковых колонн, скандрелей летных. Она сдала все свои сбережения вообще, все свои агрегации. То есть вот эта тема мне была почти с детства близка, об этом говорилось в доме. И моим внукам повезло, они еще как бы в начале работы моего клуба успели тоже у живых моей бабушки с дедушкой услышать это, записать, делать эти записи. Мы сделали такие исследования, ну в зале присутствует моя ученица, которая тоже провела свое исследование буквально в прошлом году по очень соотносящейся с темой книги, это Камчатка накануне победы, она вышла на конкурс сначала краевой, на всероссийский конкурс отечества, там стала победителем. То есть как бы работа вот такая серьезная, очень идет у нас в клубе. И не знаю, кто кому помогает, конечно, в работе над книгой я Александру Викторовичу помогала, может быть, меньше, чем помогает он мне в моей работе. Но тем не менее, доля участия есть. Идея, и какую-то обработку, что-то мы делали, мы помогали. Мы за эти годы вообще с ребятами очень много исследований, соотносящихся с этими темами, провели. У нас есть и камчатские летчики в годы войны, есть дети камчатские, которые помогали фронту. То есть каждый год мы вставляем на конкурс одно, два, три исследования, касающиеся вот этих тем. Поэтому, когда это вышла книга, я принимала какой-то большой подарок педагогам, всему краеведческому сообществу, историкам. Потому что вот эта гигантская работа, которую сделал Александр Викторович, он объединил под одной обложкой все то, что можно было накапывать годами в архиве, библиотеке. Он сделал эту работу очень быстро, он очень оперативно работает. Но это, я говорю, очень большой подарок. Я ему признательно, благодарна, как думаю, силы здесь. Вот, что я могу рассказать на этом теме. Спасибо. Спасибо. Там есть чего добавить? Может быть, сначала нам есть смысл немножко изменить наши планы и не пригласить за эту конторку Настю? Анастасия Морикова, студентка Камчатского педагогического колледжа. Студент Анастасия Морикова, мы сотрудничали уже очень много лет. Мы начали нашу работу по исследованиям, проектам еще в моем школьном году. А сейчас я уже студентка. В нашей работе нам очень помогал Александр Викторович, поскольку у него огромный архив фотодокументов, которые он предоставлял для наших занятий. Так, книга «Камчатка. 1941-1945. Военные годы в газетных строках» имеет прямое отношение к той работе, которую мы представили на научной конференции «Отечество», с которой я выступила успешно на региональном этапе, а потом мы на вселоссийском этапе. В книге очень вовно описывается повседневная жизнь Камчатцев в годы Великой Отечественной войны. И также я много очень почерпнула для себя, что касаемо культурной жизни Камчатки. Там было описано и о каких-то спортивных достижениях Камчатцев в эти годы, и о том, какие фильмы показывали наши кинотеатры, какие спектакли ставил наш Романтический театр. И также газетные строки не упускают информации о том, какие подвиги совершали на фронтах наши соотечественники. Это и помощь фронту, и непосредственно подвиги на фронте наших земляков. Я от всей души поздравляю авторов с выходом этой книги, и очень надеюсь, что эта книга продолжит служить для дальнейших исследований школьников, и, возможно, каких-то более серьезных научных работ, и когда-нибудь, возможно, станет подспорьем для изучения истории студентов разных учебных заведений.